В Казахстане всего шесть ожоговых отделений. Одно из таких находится в больнице номер один города Павладара. Там ежедневно проводятся сложнейшие операции по восстановлению кожного покрова после ожогов и других травм. Наша съемочная группа пообщалась с врачом с золотыми руками. Больной поступил после травмы. Находился на лечении в хирургическом отделении. Однако, несмотря на усилия врачей, рана длительное время не заживала. Единственный выход был провести операцию по пластическому восстановлению кожного покрова. У меня был ушиб. Потом гематома образовалась и загноилась. Ее удалили. Кожи там не было. Сделали пересадку кожи. Сделали все прекрасно. Чувствую себя хорошо. Уже домой хочется, когда выпишут. Не знаю, но сегодня скажут. Подобные операции проводятся людям не только с травмами и открытыми ранами, но и впоследствии ожогов. Называется такой вид хирургического вмешательства – аутодермопластика. У него был дефект верхней трети бедра. Мы специальным аппаратом, так называемым дерматом, берется кожный лоск, толщиной 0,3 мм. Он перфорируется. Для того, чтобы было лучше переживление, а потом пересаживается на дефектный участок, где этой кожи нет. Если бы этот дефект кожи лечили амбулаторно, без пересадки, это минимум месяц-полтора за него выпадает. А так вот мы в пятницу прооперировали, сегодня мы его перевяжем, если будет нормально, в среду в пятницу мы его выпишем домой. Операция была проведена по линии ОСМС. Ожоговое отделение городской больницы номер один – единственное, где проводятся подобные операции в нашем регионе. Восстановление после таких хирургических манипуляций длится 2-3 недели в среднем. Проводятся они практически ежедневно. Кроме того, с прошлого года в отделении используется искусственная кожа. Ее уже применили при лечении четырех пациентов.